Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 4 августа. Мы с вами смотрим, что происходит на нашем участке, на винограднике, как все развивается. Первое, что мы отмечаем, это, конечно же, сильная задержка в развитии растений. Мы об этом говорили уже не раз в сезоне. Причиной тому и достаточно прохладное лето, и совсем холодная весна. Поэтому задержка, конечно, очень сильная. Но, тем не менее, посмотрим сейчас, как и что у нас в каком состоянии. Вот эта у нас зелга начинает краситься ягода. Причем буквально пару дней назад только-только появлялись первые темненькие пятнышки. Но сейчас уже все гораздо веселее, и ягода красится более активно. Вот мы с солнечной стороны, здесь чуть меньше видно. А вот переходим на теневую, то есть тут окрас такой гораздо более веселенький. Вон там гроздочка такая совсем яркая. Здесь у нас русский ранний только-только начинает набирать окрас. Буквально, наверное, вчера или позавчера я все заметила. Пока очень скромненький, но дело в том, что это молодой куст. Старый мы убрали. Немножко была переформировка. Всего перепланировка. Поэтому старый убрали. Это молоденький кустик. Так что он тут такой послабее. Вот тоже только начал окрашиваться. Здесь наливают ягодки Аладдин. Наливаются достаточно неплохо и прямо на глазах. Дело в том, что сейчас вот пришла такая вроде как комфортная теплая погода. И днем тепло, и достаточно теплой ночи. И вот прямо на глазах заметно, что с каждым днем ягодки становятся все больше и больше. Также активно наливает гроздь десения. Тоже ягода раздувается на глазах. И здесь же рядышком зигиреба. Буквально пару дней назад я делала прореживание грозди. Вот даже не особо видно, что я что-то прореживала, потому что ягодка увеличивается в размерах очень активно. Вот такая сейчас Аркадия. Аркадия, конечно, еще совсем скромненькая. Но вот тоже, смотрите, по гроздочкам. Вот здесь, например, ягодка. Ну, так и ничего такая. Ну, конечно, в это время уже все должно было бы быть гораздо крупнее. Здесь у нас грозди суперэкстры под листиками прячутся. Надо сказать, что в этом году, несмотря на то, что мы вообще ни за чем не следили, и при цветении погода была не очень, и тут у нас сильное загущение. Потом прореживали, тут побегов было гораздо больше, и вообще был темный лес. Суперэкстра пылилась довольно-таки неплохо. Ну, тоже такая уже ягодка неплохих размеров. Но дело в том, что в прошлом году, 10 августа, уже суперэкстру можно было по чуть-чуть пробовать. Да, сегодня четвертая, еще тут до проб очень далеко. Я думаю, что при хорошем раскладе к концу августа. Вот, ранние сорта мы что-то сможем попробовать. Ну, а мы идем дальше. Это у нас ландонуар. Ландонуар тоже активно набирает окраску. Здесь же рядышком то, что нет уран. Я как-то рассказывала про этот кустик. Покупала я его как туран, но это однозначно не он. Это что-то другое, что непонятно. Поэтому называю не туран. Тоже, видите, активно прямо на глазах набирает цвет. Ну, в прошлом, опять же, сезоне, который тоже был с холодной весной, но потом очень компенсировалось жарким летом. В районе, по-моему, середина августа, где-то 16-го, уже было по 16 брикс. А здесь пока про какой-то сахар говорить вообще не приходится. Да, мы только-только начали краситься. Ну, неплохо опылился, неплохие такие грузточки приятные. Посмотрим, к чему мы выйдем в итоге. Мускат блау опылился так себе. Ну, в принципе, для него характерна такая вот рыхлая гроздь. И хотела сказать, что мускат блау еще совсем не красится. Ему далеко до всего. Но вот сейчас как раз заметила, покажу вам. Вот на одной гроздочке так ягодка начинает краситься. То есть все-таки процесс идет. Ну, а вот галант, можно сказать, сынок. Мускат блау. И галант красится гораздо веселее. Ну, галант, в принципе, он по срокам. Раньше он сахар набирает лучше, чем мускат блау. Есть у него, честно говоря, определенные преимущества. Хотя так вот, если посмотреть по размеру ягоды, по грозде они плюс-минус одинаковые. Вот, смотрите, видите, здесь уже такая очень яркая ягодка. Конечно, есть вон там еще такие бледненькие грузточки. Но где-то вот совсем такие. Хотя буквально три дня назад, наверное, я заметила первое потемнение. Вот это у нас цимус. Кусту третий год всего лишь. Куст очень мощный. Тут вот, да, наверное, надо показать. Побегов, конечно, немного, но все растет очень активно. Большие пасынки. Все тут замечательно. Хорошие грозди ничего не нормировали у него. И в прошлом году он нам дал урожай. Вот в этом тоже такой намечается урожайчик неплохой. Ну, тоже 10 августа в прошлом году можно было цимус пробовать. Пока еще ягода не размягчается, несмотря на то, что размеры как бы у нее уже вполне. Ну, вот по цимусу я думаю, что, наверное, тоже, как и супер экстру, к концу августа мы уже сможем покушать ягоду. В отличие от всего остального. Ну, сложно говорить, конечно, какие-то прогнозы. Я думаю, что, наверное, к середине сентября, ну, вот так вот, будет хорошо, если у нас все созреет. Но, опять же, мы очень зависим от погоды. Будет хорошая погода, тепленькая. Все будет созревать быстро. Растение будет, скажем так, набирать свое. Ну, и если погода будет плохая, холодная, холодная ночь и дожди, то, конечно, сильно надеяться не на что. Вот был у нас недавно такой период, достаточно прохладный, дождливый. Поэтому малыши хлорозят, то есть им уже идет переувлажнение. Ну, растения не очень хорошо растут. Ну, вот наступили теплые денечки, говорю, прямо вот темные ягоды стали краситься на глазах. Ну, и, в принципе, светлая ягода, она тоже каждый день виден прогресс. Каждый день видно, что она становится вот больше и больше. Ну, вот гроздья академика. Академик, конечно, очень сильно опаздывает. При том, что у него должны быть хорошие ранние сроки. Но совсем он такой пока, можно сказать, никакой. Ну, будем надеяться, что наверстает таки. То же самое Байконур. Ну, пока гроздочки совсем такие скромненькие ягодки, скромненькие еще им висеть и висеть. Вот здесь гроздочка Запорожского в тени. Так неплохо, я бы сказала, наливает ягодку тоже здесь сильное загущение. И, честно говоря, думали, что Запорожский очень плохо опылился. А оказывается, вполне так и неплохо. И должны быть ничего такие гроздочки. Ну, тоже пока еще все зелененькое. И до созревания еще далековато. И еще покажу один кустик, правда, без ягод. Один только побег. Ну, вот такой веселый кустик. Без хлороза, без ничего. Очень так хорошо растет. Это пинануар, пина ранний. Рассказывала вам немножко про него. Показывала весной. Очень он отставал в развитии. В прошлом году плохо рос. Но, тем не менее, в этом году показывают очень хорошие темпы. И, ну, я бы сказала, очень хорошее развитие. Ну, конечно, я вам показала далеко не все. А только, наверное, самое основное, на что можно было бы опираться, так понимая, что происходит в сезоне. И, ну, такое интересное наблюдение, да, что вот на данный момент некоторые сорта, ну, значительно отстают. Некоторые вроде бы даже идут, ну, так, плюс-минус своими темпами. Конечно, отстают тоже, но не столь значительно. Ну, вот как та же Аркадия. В принципе, говорила, да, что и Супер Экструд в прошлом году, да, она созрела рано. Ну, в этом, я думаю, что у нее все шансы к концу августа успеть, что, в принципе, для нее, ну, вполне нормально. Ну, другие сорта отстают более значительно, к сожалению. Ну, впрочем, особенность сезона. Ничего мы с этим, к сожалению, поделать не можем. Погодой мы еще пока что не научились управлять. Поэтому будем надеяться на теплый август, будем надеяться на теплый сентябрь. Какой-то урожай мы, конечно, соберем. А вопрос только в его размерах и качестве. Ну, давайте думать о позитивном, да, надеяться на лучшее. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч. До новых встреч.